Что касается духовной жизни, жизни духа, душевной жизни, жизни души и жизни на уровне инстинктов, физического тела, то здесь существует большая путаница и огромная разница вообще, что и как с чем работать. Здесь я ссылаюсь в основном на работы Ловацкой, Елены Петровны. Труды непростые, для понимания, тем более они были еще переведены с английского языка, для понимания трудноваты, не сразу что это дается, но тем не менее. Ну, кратенько, вот как я-то понял, вот теперь как я-то понял, вот оно физическое тело, то есть, сейчас с самого начала начну. Вот согласно учениям оккультных наук, на которые опирается Ловацкая, существует частица от самого Бога, Атма, ее носитель далее идет, Будхи, вот это составляет дух, бессмертный дух, для того, чтобы он как-то набрался опыта. Он на каждую жизнь отдельно создает душу и тело. В душу, что там дальше входит? В душу будет входить, значит, высший ум, манос, низший ум, низший манос. Кама, желание. То есть, это то, что движет человеком, побуждая его к тем или иным действиям в жизни. Вот это очень интересно. Я как-то раньше не понимал, думаю, что это я сам делал. Ничего подобного. Нас через вот эти вот, так и хочется сказать, инстинкты, что в переводе означает побуждение, нас побуждают делать те или иные вещи, а именно это. Заботиться о собственной жизни, далее, продление рода, лидерство, равенство, творчество. Все это, все это у каждого человека выражено по-своему. То есть, нас побуждают душу, чтобы она тут не сидела, не обжиралась, как-то трудилась, набиралась опыта. А далее уже душа создает тонкую телесную оболочку. Значит, хроническую, это энергетическая часть, астральная. Это уже тонкоматериальная часть. И, наконец-таки, как по шаблону, тонкоматериальному лепится уже физическое тело. И это физическое тело, тут вот, как инструмент души, для того, чтобы еще тут действовать. Что-то познавать, узнавать, нарабатывать, будем так говорить. Вот. Так что для физического тела важно, оказывается, как для куска мяса, так грубо говоря. Питание. Движение. Чтобы это было. С этой позиции будет очищение. Для него важны. То есть, то, что загрузилось, должно выгрузиться. Ну и, можно так сказать, защита этого кусочка мяса. Чтоб его не съели. Другие. Как большие хищники, типа тигров, львов, волков. Так и более мелкие, типа бактерий и грибков. Вот. То есть, для него важна одна, как бы сказать, жизнь, одни условия. Для психики. То есть, для души. Психа, душа. Уже важно спокойствие. Спокойствие. Уравновешенность всех. Вот этих вот побуждений, которые формируют черты характера. формируют, чтобы они как кони не увлекли повозку и не разбили ее. То есть, не удалились в пьянку, гулянку, в какую-нибудь там обиду, месть и так далее. То есть, для нее совсем другое важно. И, наконец-таки, для духа, для духа. Ну, дух вообще очень интересное образование. Он знает, что он не умирает. Его мы видим с вами, наше высшее я, во снах. Думаю, что это мы действуем. Нет, это он там действует. И в некоторых случаях ему, может быть, даже как бы сказать, на душу, с телом все равно. Потому что желая получить тот или иной опыт, он ими может легко пожертвовать. Потому что в следующей жизни он опять все это сделает. И с учетом того опыта, который был приобретен, начнем с жизни. Вернее, новый опыт накапливать. Поэтому духовное жизнь на которую мы пытаемся оказать что-то там такое. А так как мы представляем более низкое образование души, ну, оказывает очень малое влияние. Просто душа созревает, старается уже пройдя тот или иной опыт не делать там. Грубо говоря, два раза не жениться или выходить замуж. меньше ругаться, понимая, что ругань ни к чему хорошему не приведет. больше как-то творчески осознавать, что решение вопросов не только в кулаках и матюках, а в чем-то другом. вот такие мои размышления. Если вам этого покажется мало или вам это покажется чем-то таким вредным, пожалуйста, обратитесь сами к первоисточникам, можете к Бавацкой, если она для вас не авторитет, обратитесь к другим авторам, которые в этом деле разбираются.